Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает крайне насыщенная торговая сессия, куча фундаментальных отчетов и, конечно же, прежде всего, это события, связанные с британской экономикой и с фунтом. Сегодня в 11.00 по GMT нас ждет заседание Банка Англии. Очень надеюсь на то, что британский регулятор, осознавая все проблемы, связанные с текущим ростом инфляции в стране, выкатит решение, которое устроит покупатель. Это решение, потенциальное повышение ставки на 50 базисных пунктов. В связи с этим очень интересно сейчас следить за тем, что будет происходить с британской валютой. И я, как много раз уже подчеркивал и отмечал, сторонник того, что сегодня мы можем увидеть развитие стремительного и мощного бычьего ралли. Если это решение совпадет с моими ожиданиями, то есть фактическое решение ставку действительно поднимут на 50 базисных пунктов до 5,5%. И это значит, что она станет на один уровень с пиковой, ключевой процентной ставкой многих центральных банков. Но мы знаем то, что Банк Англии на этом точно не остановится. Поэтому потенциально до конца этого года может поднять ее еще на 25 или 50 базисных пунктов. Ранее аналитики Bloomberg прогнозировали, что ставка Банк Англии легко может достичь 6%. Поэтому на первой стадии в качестве краткосрочного первого эффекта смело, в принципе, это я понимаю, рассчитывать на стремительный рост. Но это довольно целесообразное представление о том, что может произойти с британской валютой при таком сценарии действий британского регулятора. Ладно, о фунте мы еще поговорим. Помимо заседания Банка Англии, отчетов также будет предостаточно. Во-первых, до самого заседания нам предстоит проанализировать еще индекс активности в сфере услуг Англии в 8,30 по GMT. Это в качестве такого разогрева для локальной волатильности по паре фунт-доллар. После решения по ставке, буквально через полчаса в 11.30 по GMT состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. И здесь нужно будет искать уже намеки на то, что будет делать Банк Англии до конца этого года, какие планы. Возможно, будут пересмотрены прогнозы по экономическому росту и инфляции. В общем, тоже будет в чем копаться. И под закрытие торговой сессии это американская статистика, блок макроэкономических данных в 12.30 по GMT. Первичные заявки на пособие по безработице. Мы уже ранее пришли к выводу, что этот отчет мы больше никогда не будем недооценивать. Потому что внезапно, при серьезных отклонениях показателей, мы видим то, что доллар активно реагирует на эти цифры. Может быть, потому что все-таки этот отчет касается общего состояния ключевого сектора американской экономики. Игнорировать этот релиз сегодня мы также не будем. В 14.00 по GMT, ISM, сфере услуг, еще один важный индикатор состояния американской экономики. Если оценивать вклад в сферу услуг общих показателей ВВП США, то на него приходится больше 60%. То есть ранее, на неделе, вы помните, мы уже разобрали ISM производственного сектора, где тотально все плохо. А сейчас сфера услуг. И если и этот отчет рачирует, то, соответственно, могут быть определенные сценарии развития событий, при которых американская валюта еще до Non-Farm Perils перейдет к коррекции и снижению. Давайте вот на этом фоне перейдем к индексу доллара, текущей котировки 102.45. Американская валюта растет. И вопрос, что же может остановить укрепление позиций американского доллара, индекса американской валюты. Конечно же, это отчет Non-Farm Perils. Изначально, когда мы в начале этой недели стали разбираться и ориентироваться на ключевые события предстоящих пяти дней, мы пришли к выводу, что нужно дождаться Non-Farm и отчета по инфляции, который выйдет уже на следующей неделе. И только после того, как у нас будут на руках фактические цифры по Non-Farm и инфляции, можно будет оценить долгосрочные перспективы американского доллара. Я традиционный продавец этого инструмента, потому что, тоже много раз уже говорил, я не вижу признаков улучшения ситуации на американском рынке труда. Да, вы скажете, что вчера вышел сильный отчет EDP, который превзошел прогнозы экспертов. Один отчет частного агентства – это не совсем объективный показатель того, что ситуация улучшилась. Именно поэтому мы все-таки ждем Non-Farm. Это официальная статистика, и ей можно в большей степени доверять. И по поводу инфляции. Думаю, что индекс потребительских цен в прошлом месяце в июле обновил новые локальные и многомесячные минимумы, что должно стать дополнительным аргументом для Федрезерва – оставить ставку на текущем уровне в 5,5% и признать, что это пиковое значение. Также признать, что нет необходимости тащить ее выше, потому что принцип инфляции охлаждается, а на рынке труда есть определенные проблемы, которые, скорее всего, сугубятся. Если Федрезерва решит бодаться, например, с Банком Англии и идти вровень с будущими решениями британского регулятора и тащить ставку, например, к 5,75% или к 6%. Поэтому ждем Non-Farm. Этот показатель будет основным в определении косрочных перспектив. Рынок очень чувствительный сейчас к макроэкономической статистике. Мы это видели в качестве реакции доллара на отчеты ISM производственного сектора. Мы явно это видели на примере реакции доллара на вчерашние отчеты EDP. А вот, кстати, новость о том, что кредитный рейтинг США понизили из-за более ухудшенных ожиданий по показателям бюджета, практически полностью была рынком проигнорирована. Не знаю, с чем это связано. Может быть, каких-то глобальных рисков все-таки не увидели в этом. И вряд ли снижение рейтинга на одну ступень может как-то сказаться негативно. На спросе самые надежные облигации, которые есть в мире, по-прежнему американские облигации. Что касается золота, 1936 долларов за тройскую унцию. Стоит ли откупать на текущих минимумах? Ни в коем случае нет. Потому что по-прежнему фон за то, чтобы золото продолжило развитие нисходящей динамики, рыночный сантимент. 85% трейдеров сейчас находится в покупках, 15% в шортах. И, соответственно, рынок идет против толпы, оставаясь на стороне меньшинства. Десятилетний трежерис на фоне вчерашнего роста доллара превысили 4,1%. Прибавили, кстати, около 2%, и ровно столько же потеряло золото. Ну, примерно столько же. А за день до этого мы видели похожую динамику, когда 10-летние трежерисы выросли на 1% доходности. И золото, кстати, потеряло тоже около 1%. Корреляция между этими активами очень высокая. И нужно руководствоваться и считаться с правилом, что когда растут доходности облигаций, золото не может тоже демонстрировать бычую динамику. Золото снижается. И при текущем фундаменте я допускаю, что в ближайшей торговой сессии сегодня до выхода Non-Farm Perils нисходящая динамика по золоту может быть продолжена. Про британскую валюту уже сказал. 1,2711 текущей котировки. Решение потенциальное повышение ставки на 50 байсных пунктов – это решение, которое может заставить трейдеров забыть о том, что происходит с американским долларом и сфокусироваться исключительно на национальном фундаментальном фоне. Если не будет каких-либо разочарований в плане такого развития событий, то фунт сможет обновить локальные максимумы. Австралийский доллар против американца. 0,6530 текущей котировки. Наша цель 0,65. Мы правильно сделали, что поддались на вот этот локальный тренд, который был заложен еще на итогах решения Резервного банка Австралии сохранить ставку на уровне 4,1%. И когда мы рассуждали о перспективах ее изменения в будущем, пришли к выводу, что, наверное, лучше сейчас поверить словам Резервного банка Австралии о том, что уровень 4,1% для Австралии может быть пиковым значением и дальнейшего ужесточения политики уже не будет. 30 пунктов до целевого ориентира. Я думаю, что сегодня мы эту цель с вами сделаем. Ранее был вопрос про перспективы пары доллара и японской иены. Текущей котировкой 143,30. Мы решили, что лучше дождаться снижения пары в район 140-141 иена за доллар. И после этого только лишь рассматривать возможности продаж. Я делал комментарии по этому поводу в начале торговой недели. Поэтому сейчас пара находится выше и не считаю целесообразным, не вижу смысла обсуждать то, что с ней может произойти в ближайшие торговые сессии. И рынок нефти 83,25 текущей котировки правильно сделали, что решили зафиксироваться на максимумах. Запасы нефти вчера, друзья, от администрации и энергетической информации снизились на 17 миллионов баррелей. Это чуть ли не рекордный показатель вообще за все время наблюдения за статистикой. И на этом фоне нефть должна была улететь в космос, но последовала обратная реакция. Как раз начало распродаж доллара, точнее нефти, совпало с ростом американского доллара. И вот этот риск я как раз и обозначал, что в любой момент доллар может стать определяющим для всех сырьевых инструментов. И чтобы не попасть в просаг, лучше зафикситься на локальных максимумах, дождаться развития событий. В пятницу после выхода данных по Non-Farm Perils, если мы поймем, что созданы условия для дальнейшего снижения американской валюты, то можно уже будет снова возвращаться к покупкам рынка нефти, Brent и WTI. Пока вне позиции жду, собственно, наверное, как и вы, отчет Non-Farm Perils. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!